Последние утечки у E-MUI 11 для смартфонов Huawei показывают нам несколько фишек, которые добавят. Компания обновит дизайн всегда включенного дисплея, как это сделала компания OnePlus. В последнем обновлении E-MUI 10.1 появились новые темы Always-On-Display с возможностью изменения вида часов в зависимости от времени дня и трёхмерных стилями отображения. В E-MUI 11 этот режим получит дальнейшее развитие. Изображение будет не только меняться, но и перемещаться, чтобы матрица смартфона не выгорала. Компания улучшит режим Multi-Window, добавит функции для лёгкого обмена контента между устройствами и ускорит работу. Отдельный источник отметил, что интерфейс будет доработан по сравнению с E-MUI 10. E-MUI 11 будет легко адаптироваться под старые устройства. Видимо с 2021 года старыми устройствами будут считаться все устройства на процессорах Kirin. Поговаривают о улучшении экосистемы, чем активно занялась Samsung с релизом Note 20 Ultra. Одним из нововведений станет приложение для лёгкого обмена контактами между устройствами. При этом нам не нужно подключать смартфон к компьютеру как полноценное устройство с выводом изображения на экран. Анимация оповещений будет переработана и будет вмещать больше 10 виджетов с уведомлениями в шторке оповещений. Изначально будут видны только значки приложений, а при прокрутке вниз оповещения каждого приложения постепенно раскрываются отдельным рядом. Оболочка будет работать на Android 11. Детальнее про неё должно рассказать на конференции для разработчиков 10 сентября.